Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гриш. На Пресненском суде слушается дело Михаила Ефремова. Александр Кобец показал, что Ефремов был на заднем сидении, описал водителя, это два человека было спереди. Значит, Пашаев пошел в атаку по полной программе. Он заявил ходатайство о признании недопустимыми протокол допроса Жинжибира, а также всех трех экспертиз – биологической, медицинской и технической. Ему было отказано, судья отказала в этом, и в том, и в этом. Адвокат Шергородская заявила ходатайство о просмотре программ, где ток-шоу, где Жинжибир говорил одно, а у Скобеевой вообще рядом стоял Добровинский. Там подключился Ефремов и сказал, что да, там был Добровинский, мало ли что там может быть. И, значит, также было отказано защите в просмотре. На данный момент, значит, Эльман Пашаев заявил еще одно ходатайство. Значит, ходатайство о проведении новой комплексной экспертизы по делу. Он считает, что нужно исследовать состояние транспортного средства, на котором ехал Сергей Захаров. Скорость не установлена, расстояние до ближнего автомобиля. Перечисляет дефект официальной экспертизы Пашаев. Необходимо дать оценку влиянию переворота грузовичка на здоровье водителя Захарова. Убежден Пашаев. Значит, то есть, в общем-то говоря, Пашаев заявляет ходатайство о признании недопустимой всех доказательств, которые были. Или он ставит под сомнение все, что можно поставить, где есть хоть какая-то малая зацепка. Я хочу сказать, что до этого момента, честно скажу, в какие-то моменты мне казалось, что, ну, что-то Пашаев как-то вот слабовато. Потому что Добровинский прет, предъявляет доказательства. Пашаев как-то вот, ну, хотелось какой-то конкретики. Слушайте, ну, сегодня столько конкретики, что голова кипит уже. И люди в комментариях пишут, когда уже все это дело закончится, и как они сами еще там не устали. Потому что, представьте, Пашаев привел свидетеля, который показал, что Ефремов был на заднем сиденье. Конечно, Добровинский обрушился и начал всячески там критиковать и свидетеля, и Пашаева, и всех подряд, и петь песни ма-ни-ма-ни-ма, не намекай на то, что, значит, там... Ну, он не намекает, как бы он так, да? Он же сказал свидетельству, что я не говорю, что он врет. Вот, значит, это суд может признать недопустимыми и так далее, начинается. Значит, дальше Пашаев ходатайство про Жен-Жибира, посмотреть ток-шоу отказали, отказали в этом. Признать биологическую, медицинскую недопустимыми, потому что новый свидетель показал совершенно другие показания, то есть нужно все это заново расследовать. Отказали. Значит, с моей точки зрения, это, ну, предвзятое отношение. Пашаев считает, что надо было оперативнее оказывать водителю-грузовичкам медицинскую помощь. Значит, теперь он выдвигает ходатайство, связанное с комплексной экспертизой автомобиля Сергея Захарова. То есть он идет в бой по всем фронтам абсолютно, используя любую возможность, любую какую-то вообще вот пробрешину. И надо сказать, что еще есть один свидетель у него, который, друг вот этого Александра Кобец, который может, сейчас я скажу, как его зовут, который, значит, может показать, что, свидетельствовать, да, о том, что Ефремов был на заднем сидении. Я думаю, в принципе, вы знаете, этого предостаточно. Как, знаете, как выразился Андрей Гаев, его зовут, как выразился Добровинский, если свидетели есть, видео уже не нужно. Если свидетели есть, видео уже не нужно. А сейчас сам говорит, а чего это Кобец не может найти себя на видео. Если свидетели есть, видео уже не нужно, ответить можно теми же словами. В общем, идет просто битва, и надо сказать, что Пашаев использует любую возможность, любую лазейку, и совершенно не просто так его пытались отвезти от Ефремова. Видимо, люди понимали, что это... Ну, я, по крайней мере, увидел сегодня столько конкретики, что, понимая, против чего он борется, да, вы прекрасно понимаете, против какой силы. Понятно, что ходатайства будут отклоняться, и сейчас будут ставить под сомнение показания свидетелей всех, но то, что он делает, вызывает восхищение. Да, у меня лично. Значит, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, посмотрим, что дальше будет. Всем пока, до встречи.